Летом прошлого года в Лаухском районе Карелии поисковым отрядом Северодвинска были найдены останки 14 военнослужащих. У одного из павших солдат был найден медальон, по которому удалось идентифицировать уроженца Кубани. Нашлись и родственники павшего бойца. По инициативе Кубанинерго останки Григория Некрасова были доставлены в Сочи и при поддержке городской администрации 9 декабря торжественно захоронены на мемориальном комплексе в завокзальном районе. В истории города это первый, может быть, последний случай, когда спустя столько лет солдат возвращается на родину. Эта доска мемориальная, она дополнит тот список 214 памятников Великой Отечественной войны, которые есть на нашей территории. И, безусловно, само по себе значение этого мероприятия, которое сегодня получило такую финальную точку, оно не имеет цены. До войны Григорий Некрасов работал машинистом на сочинской электростанции. Тогда она находилась на улице Паярка-2. Поэтому коллектив Кубанинерго решил именно здесь увековечить память сочинского энергетика и за счет своих средств установить мемориальную доску. Пример Григория Некрасова стал таким положительным примером не только для сотрудников нашей компании, но и для всей молодежи города Сочи, которые, узнав о его подвиге, еще больше прикоснулись к истории и стали гордиться не только нашей страной, но и также нашими ветеранами. Он, как энергетик, имел определенную бронь, которая позволяла ему не уходить на фронт. Но он вышел туда добровольцем и не вернулся с войны. Григорий Некрасов мобилизовался на фронт на четвертый день войны, а погиб 6 мая 1942-го в ходе Кестинской наступательной операции. Теперь имя воина-энергетика Григория Некрасова навсегда вписано в летопись города.